В Казанском федеральном продолжается защита дорожных карт структурных подразделений. На этот раз стратегию развития до 2020 года представил директор Института физики КФУ. Официально встречу открыл ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров, отметив, что главным критерием всего, что делает ВУЗ, должна быть востребованность. Это относится к научным исследованиям и к учебным программам. Главным критерием оценки должна быть востребовананость наших исследований, наших учебных программ. И по каждому направлению есть хорошие критерии, по которым можно оценить нашу деятельность. То же самое мы говорим во время приема. Прием надо рассматривать как результат правильного продвижения наших образовательных программ. Многие выступавшие, в том числе директор Института физики Сергей Никитин, говорили о том, что институт работает над тем, чтобы заметно повысить уровень знаний, поступающих в КФУ. Мы проводим занятия по подготовке к ЕГЭ в этих же аудиториях, по воскресеньям для школьников города Казани. Разбираем ошибки, пишутся тестовые ЕГЭ. Напомним, на ректорате, который состоялся 15 февраля, было принято решение объявить 2018 год годом качества образования. Так что в данной программе Институт физики не составит исключения. В течение года будет проведено анкетирование студентов с целью выяснить, насколько они удовлетворены тем, как организован образовательный процесс. В первую очередь проанкетируют будущих астрономов. Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов в своем выступлении заметил, что Министерство образования является одним из ключевых работодателей. Более того, в своем докладе выступающий отметил, что у Министерства уже есть программа по привлечению талантливых студентов, обучающихся на педагогических специальностях. У нас есть программа по привлечению талантливых абитуриентов в наш университет, вернее, в наши вузы. Прежде всего, на педагогические специальности, я имею в виду стипендиальную программу, которую утвердил президент Республики, когда в течение всего срока обучения 15 тысяч ежемесячно доплачивается стипендия тем, кто подписал обязывающий договор на старте своего обучения. Далее. Первому заместителю образования и науки рассказали об идее Казанского федерального создать образовательную площадку в области физики и астрономии на базе Астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ. Что касается дорожной карты Института физики, то решения по ней в этот день принято не было. Стоит отметить, что в заслушивании дорожной карты принял участие председатель попечительского совета и академик РАН Ренат Сагдеев. Он приехал в Казань, чтобы лично поздравить стипендиатов. Подробности вручения почетной премии мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Роман Самарин, Нивер Ньюс. Роман Самарин, Нивер Ньюс.